всем привет добро пожаловать мою оранжерею как я вам и обещала что впереди очень много пересадок и вот как раз сегодня мне нужно перевалить вот этого дружочка это у меня флебодиум он у меня уже хорошо разросся у него вот здесь вот деточки уже баечки новые там он виднеется это мне подарила моя подруга там от корневая система вижу хорошо разрослась тоже в общем нужно его перевалить я знаю что это флебодиум и он видите как серебристый такой у меня если кто-то вот прям знает как сорт называется можете мне в комментариях написать может быть это не буду конечно я гадать подожду что вы мне напишите ну так как это флебодиум естественно я приготовила очень рыхлый грунт здесь у меня сидит вообще в садовой земле тем не менее видимо он совсем такой неприхотливый что он растет даже в обычной земле садовая такая грязная я ему приготовила грунт универсальная у меня здесь земля древесный уголь мелкая сосновая кора и здесь еще у меня крупный песок вот такой вот рыхлый грунт думаю что он оценит такой грунт все-таки они предпочитают именно такие сыпчатые воздухопроницаемые чтобы вода сильно не застаивал ну а вообще это очень красивое растение у него баи они будут у взрослого растения очень большие и он если разрастется то он будет такой вот прям очень эффектно будет смотреть выращивать папоротники в комнатной культуре начали уже очень давно и в наше время эта традиция совсем не утрачено а наоборот завоевывает все большую популярность в интерьерах в офисах квартирах живых домов ныне можно увидеть и разные виды папоротников их любой том числе у папоротников очень много разновидностей вернее папоротника да и разные формы бай то есть вот этот кучерявый такой серебристым оттенком есть такие прям золотистого оттенка есть просто зеленые изумрудные листья и они очень красиво до вписываются в любой интерьер они украшают и как всегда родина этих растений и также конечно суп тропики и тропики он предпочитает более такую низкую до посуду и широкую но у меня вот этот маленький горшочек он совсем у меня тут ну небольшой я здесь насыпала вот так керамзита и тем более у меня рыхлый лун и ничего страшного когда он разрастется я конечно же куплю ему такой горшок чтобы он был невысокий и такой широкий что ему и в принципе нравится но сейчас я его аккуратно перевалю я просто здесь аккуратненько вот так землю я просто его сегодня немножко полила был сухой я говорю вот земля она прям ну грязная такая жирная земля ну тем не менее он рос в ней укоренился в общем то как бы деточка небольшая была с одним листиком вот у меня уже два вернее не листики а ваи да если правильно говорить и здесь еще две штучки то у него лезть если вот так вот аккуратненько 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 теперь я насыплю грунт он такой вообще грунт очень такой рыхлый хорошо ему будет хочется мне чуть-чуть убрать его еще и сейчас после пересадки я его поставлю возле своего подопадика там ему будет хорошо поливать я его даже не буду потому что я говорила что я его сегодня полила и земля в которой он был она прям такая влажная и поэтому я его поливать не буду сейчас он возьмется корешочками за новый грунт ну вот перевалила я своего красавчика думаю что ему здесь будет хорошо и в этом грунте конечно же будет лучше вот здесь вот еще рост я вижу вот один рост новой ваечки и вот ваечка еще я их не стала присыпать я так и оставила на поверхности как бы вот покажу крупнее вот одна вылазит и вот вторая надеюсь что вырастет вот таким же гигантом как мой папоротник красавица если он вырастет такой я тоже куплю такой же красивое кашко он у меня сидит у него горшок шамот то есть вот такой вот и на такой вот стулечек красивой и немножко расскажу как я за ним ухаживаю он конечно же светолюбив но не любит прямые солнечные лучи то есть его немного можно притенять чем-то или поставить так чтобы на него чуть так попадала в светлое место чтобы было и поливаю конечно по мере пересыхания грунта но не полностью может быть ну на половину точно и время от времени редко это делаю так вот его опрыскиваю так как он предпочитает влажность воздуха это любые папоротники предпочитают влажность воздуха высокую сейчас поставлю его на место где он будет стоять покажу вам куда я его поставила ну вот поставила его здесь у водопада здесь все равно вода и больше влажности чем в другом месте думаю ему понравится впереди еще очень много пересадок еще очень много интересного так что подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите конечно же комментарии жмите на колокольчик чтобы не пропустить новое видео увидимся в следующем видео а